здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и не откладывая в долгий ящик вешала я там опрос в сообществе ю тубе на капюшон вот этот унисекс я знаю многим не нравится это слово но 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 значит я быстренько его вижу потому что он простейший элементарнейший супер быстрый капюшон снуд для мужчин и женщин для всех вот вязать я буду он очень просто вяжется эффектный объемный и и и я думаю крутой вот правда вязать буду из вот этой вот пряжи я на мере но спорт мягенькая очень такая приятная пряжа в два сложения запомните значит в 100 граммах у нас 400 метров можно заменить если хотите alize angora gold angora real 40 ангористые тоже в два сложения можно я думаю 3 матка хватит сколько уйдет у меня вот этой вот ангоры я думаю 3 матка хватит вот а вот этой вот я вот сейчас прям напишу потому что уже когда буду монтировать я буду знать значит состав у нас очень прекрасный 50 процентов шерсть 50 процента акрил то есть это будет теплая вещь на ощупь невероятно приятные мягкие и уютные ниточки значит цвет если что цвет 775 украина пожалуйста в инфобоксик за информацией для мои зрители из украины с удовольствием рекомендую продавца турецкая пряжа ссылка на аккаунт в instagram под видео страничка новая не пугайтесь но она полностью под моим контролем и создана для того чтобы обслуживать именно моих зрителей которые перейдут туда то есть чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель я постоянно на связи с девушкой которая обслуживает эту страничку ассортимент будет регулярно пополняться это все в будущем на связи с вами будет прекрасная девушка елена обратиться к ней вы можете не обязательно инстаграм у кого нет инстаграма под видео есть электронная почта вайбер ватсап номер телефона как вам удобно пожалуйста обращайтесь это мои проверенные контакты так что не пугаемся я на связи я я консультирую поэтому задавайте вопросы мы с ней будем обговаривать на вопросы которые она не сможет ответить и в любом случае я на связи я проконсультирую по поводу моих моделей я имею ввиду все последующие модели на моем канале будут связаны и с турецкой пряжи то есть из пряжи турецкого производства для того чтобы для того чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести не только в украине в украине я как бы рекомендую продавца если вы продавец любой другой стране этой же пряжи пожалуйста ко мне обращать на страничке в инстаграм будут регулярные розыгрыши лотереи на пряжу скидки это все планируется так что девчонки переходим подписываемся следим за аккаунтом и приобретаем пряжу не обязательно можно только просто участвовать в розыгрыше в общем следите за новинками все полезные и нужные ссылочки подведем спицы 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 тоже в инфобоксе будет ссылка нашла я такая прекрасная цена на алиэкспресс заказывала я их алиэкспресс и почти год уже вижу довольно как слон цена бюджетная я довольно как слон так номер 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 у меня здесь четверочка пока резинка а там будет далее будет пятерочка значит набирать петли я буду моим известным по со мной известным способом качели которые я очень очень люблю значит значит набираю я петли качельками два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 12 13 14 и так на петель вот вот здесь мне нужно сделать узелок чтобы зафиксировать и далее вяжу резинкой один на один так подробнее этот способ я оставлю тоже видео ссылочку под видео в описании кто не знает но я думаю те кто со мной те знают что я пользуюсь двумя способами набора для резинки один на один так здесь вот хорошо видно с какой петли нам нужно начинать число петель обязательно нечетно если будете видите лицевая вот она уже уже по узору у нас лежат петли если будете набирать другое число число как бы при наборе будете пересчитывать то набирайте нечетное чтобы у нас если с лицевой началась лицевой закончилась чтобы все было у нас красиво далее я держу резинкой один на один сантиметра три вот это губка емочка ободочек очень простой капюшон никаких туннелей никаких завязок ничего все очень минималистично но красиво и так провязала я 9 рядов девчонки всего хотела десять но смотрю по на оригинал думаю хватит теперь я перехожу здесь у нас не пышная хотя я люблю пышную резинку здесь у нас именно английская резинка вот она выглядит чуть чуть по-другому поэтому вяжем мы ее как как и нужно значит изнаночную петлю всегда и в лицевом и изнаночном ряду мы снимаем с накидом таким вот образом лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем и так до конца ряда я остановилась на вот этих вот спицах я смотрю что там полотно не рыхлое достаточно плотное полотно поэтому я буду вязать этими спицами все равно воздушность даст даст это вязка поэтому я на четверочке вяжу и на ней же остаюсь так ряд я провязала теперь второй ряд и последующие ты теперь все время мы так будем вязать лицевую петлю с накидом мы провязываем изнаночную петлю мы снимаем при этом делаем накид то есть только первый ряд у нас отличается потому что это у наш переход после резинки далее у нас вся вязка выглядит вот таким вот образом изнаночную всегда снимаем лицевую и накид провязываем и продолжаем ровно без никаких добавлений убавлений вязать так девчонки вы смотрите двух клубов я вижу сколько провязалась если я вам все измерю и посчитаю и вы знаете мне очень нравится это пряжа мне нравится она в глазке это же понятное дело еще постирается разровняется совершенно не видно что два сложения есть некоторые пряжи что видно да здесь не видно здесь она все сливается равномерно красиво то есть можно и три сложения имитировать толстую пряжу то есть приспособить эту пряжу можно куда угодно значит 23 сантиметра всего по рядам у меня вот этой английской резинки раз два три четыре пять шесть семь восемь 4 это значит тридцать четыре шестьдесят восемь рядов потому что здесь же они же парные так шестьдесят восемь рядов что хочу еще вон так значит плотность вязания девчонки вот если так 15 петель в 10 сантиметрах это моя плотность вязания девчонки это еще не стирано возможно я потом еще измерю вам стираном виде высоту я не буду мерять плотность вязания потому что будете ориентироваться на сантиметры вот теперь 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 нам нужно делать скос вот этой вот макушки через 23 сантиметра значит я вижу по узору до половины вязания то есть по центру мы будем делать этот скос 1 2 4 5 6 итак я провязала девчонки сорок девять петель здесь у меня пятьдесят дверь потому что всего у меня сто одна петля центрально сейчас я провяжу три центральные петли вместе у меня останется здесь сорок девять и здесь сорок девять и центрально вот эта петля так как у меня по центру изнаночная я провязываю все три петлями вместе изнаночной ничего не меняю максимально упрощаем накид за забыла все вместе с накидами со всеми три бомба сами сумма так и вяжем до конца ряда наши сорок девять петель вот по центру и будет будут наше сокращение каждый раз я буду в лицевом ряду вот сейчас до следующий ряд я провяжу без изменений то есть по узору а вот эту я не сняла с накидом видите мне нужно снять возвращаюсь потому что не сняла с накидом одну петлю а вот и в следующем ряду я делаю то же самое и таким образом мы продвигаемся так девчонки вот они наше сокращение всего я сократила 15 раз вот эти вот 3d лицевые ряды провязала 15 раз и сократила с каждой стороны по 15 петель сейчас я вам измерю это все дело в промежуточном этапе пока не стирано значит в глубину наш капюшон тридцать один сантиметр и было насколько 23 до сокращения дополнены и высоту тоже без обработки понятное дело что это увеличится 34 сантиметра и сейчас я вот эти вот петли сашью закрою одновременно сейчас я провяжу пол ряда вот до середины мы могли бы с конца начать закрывать так но нам нужно будет вот эта нить и мы ее используем потом для набора чтобы у нас не было узлов поэтому я сейчас вяжу до середины и от середины буду закрывать петли так вот дохожу я до центральной вот этой вот петли вот она кстати можно было бы уже и не вязать узор просто резинкой показать ну да ладно так и основываясь на вот эту центральную петлю я ее снимаю и снимаю вот эти вот две следующие со спицы то есть это это центрально у нас как бы ведущая и провязываем все три вместе далее под снимаю по одной с каждой спице и провязываем то есть я одновременно сшиваю и закрываю петли так проверить да все правильно смотрите чтобы правильно сложили правильной стороной вовнутрь позже так и вот так вот я заканчиваю закрывать эти петли теперь сейчас наберем дополнительные я накидом провязала так теперь вот эта петля у нас остается вот они закрыты петли наши лицевая сторона и так что мы делаем по лицевой стороне где у нас лицевая сторона мы будем набирать петли для самого снуда который у нас вот я набираю первом ряду как бы все лицевыми из одной кромочной все очень просто по одной петли ним не больше не меньше а по одной тут у нас будет конечно же английская резинка в круговую вот чуть-чуть она будет с нюансами ну это нас не должно пугать правильно же правильно так что я буду делать так что я буду делать нахлёст значит у меня нахлёст тут это ориентировочно 48 петель не обязательно что у вас это тоже будет 48 детей потому что количество рядов может отличаться теперь смотрите что я буду делать так вот это мне не нужно ну все вязание у меня там путалась я ним надо было обрезать значит у нас нахлёст там в оригинале только по резинке вот такой вот маленьким тебя не знаю наверное я такой не сделаю маленький значит тогда у меня получается 50 петель я набрала а отсюда я воспользуюсь крючком чтобы хорошо как бы и продеваю в одну кромочную и сюда и протягиваю одну петлю то есть я протыкаю две детали это можно конечно сделать спицей но мне кажется крючком это удобнее 1 2 3 4 и вот 5 прям из краешка чтобы хорошо взломал как бы устаканилась еще последнюю петлю вот если это мужской значит мы делаем наоборот запах если это женский справа налево если мужской слева направо и набираю еще оставшиеся петли до середины тут у меня тоже будет 50 петель то есть всего у меня 100 плюс вот эти 6 6 я сделала или 56 вроде бы и одна петля центральная то есть по итогу 107 петель если я здесь делала 5 видите как позже у меня склероз начинается все я старею и не помню я сделала 5 или 6 петель вроде бы 6 в общем если 6 всего всего 107 петель должно быть у меня у вас может быть ориентируйтесь на свое количество ряду ну то есть из каждой кромочной по одной петле да и все да и все дела так и дальше мы будем вязать английскую резинку в кругом так вот я набрала петли теперь цепляю здесь маркер у меня первый ряд первый ряд он только начальный как бы в начале далее у нас все будет чередоваться 2 3 это только в начале мы так вяжем дали мы этот ряд не используем вот точно так же как и здесь был первый ряд а потом мы вязали второй раз здесь у нас будет 2 3 значит изнаночную снимаем вяжем точно так же для начала как и тогда лицевую провязываем изнаночную снимаем с накидом я довязала кстати ой а у меня здесь видите девчонки я сейчас уберу одну петельку потому что у меня нечетное количество петель получилось значит я вот это вот провяжу изнаночная вот вы делаете то же самое если у вас точно так же будет она наверно будет и это будет у меня следующий ряд 2 который у нас будет повторяться значит изнаночную мы провязываем а лицевую с накидом снимаем изнаночную с накидом провязываем лицевую с накидом снимаем видите здесь у нас будет вот таким вот образом так и третий ряд мы снова изнаночную снимаем лицевую с накидом теперь уже провязываем снимаем провязываем за заднюю стеночку я беру снимаем провязываем вот видите за вот эту вот заднюю провязываем и далее мы чередуем второй третий ряд и вяжем английскую резинку в круговую так я провязала высоту 23 см в рядах это сейчас вам скажу 1 2 3 4 5 6 84 ряда сейчас кстати я вот остановилась довяжу до конца ряда и отсюда начну резинку один на один ну где-то 4 5 рядов вязать так я провязала всего 4 ряда девчонки и закрывать петли я буду иглой но если вы начинающий так как модель как для начинающей я сама освоила этот способ совершенно недавно есть у меня видео на канале я оставлю ссылочку вот поэтому вам скажу что не обязательно и по-моему есть у меня видео рисунки если я не удалила если я не удалила то я оставлю способ эластичного закрытия петель потому что я недавно читать станула и те видео которые до 10 тысяч просмотров начала удалять и удалила очень много видео поэтому если я его не удалила эластичный способ то вы его посмотрите и можете им закрыть потому что здесь нам нужно эластично чтобы все у нас работало вот и либо 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 иглой я здесь не буду заострять внимание на этом способе потому что это кто совсем уж первый раз то лучше посмотреть то то видео к на которой я оставлю ссылку либо зато закрыть любым другим способом вот еще хотела девчонки к вам обратиться раз уж пошла речь об этом девчоночки я заказывала аналитику канала в общем обратилась к специалистам оказывается мой канал находится в теневом бане это значит что новым подписчикам новым людям он не отображается не показывается даже если видео даже если видео хорошее неважно какое видео в общем одна просьба к вам вы знаете что у меня нет платных мастер-классов поэтому большая просьба просто девчонки поставить лайк комментарии и поделиться видео где-то где-то поделиться где вы можете в любой социальной сети даже в своей социальной сети ну чтобы youtube как бы считывал это как интерес зрителя до повышенный через зрителя тогда возможно потому что говорят что другого способа единственный способ как бы выйти из этого теневого бана это активность уже имеющихся подписчиков и или новый канал новый канал я не хочу я хочу оставить сохранить этот ну а раскачать его как-то расшевелить вы можете мне помочь вы девчонки поэтому большая просьба я не прошу денег я прошу просто активности все лайк возможно дизлайк не обязательно лайк комментарии и поделиться где-то в общем я закрываю эти все петли я уже сама по знаете забыла и все вроде бы вспомнила вспоминать до закрываю все петельки мы с вами встретимся потом так девчонки хочу вам проверить вот натуральную как бы величину вот этого как бы снуда капюшона чтобы вам было на что ориентироваться это после в то я значит что я сделала я постирала разложила все я не утюжила ничего не делала значит глубина этого капюшона и так по итогу глубина этого капюшона больше не надо вы видите это на мне больше не надо 33 сантиметра высота его 36 сантиметра снуд у нас длина 25 сантиметров и ширина такая вот в спокойном состоянии 40 сантиметров то есть он у нас ложится вот так вот прям прям классно классно разлы ложится на плечиках расходится вот так вот в принципе все девчонки я думаю все понятно но очень просто на самом деле пряжа у меня ушло 250 грамм а вот этой вот не знаю как другой пряжи русского сколько созрит сожрет но именно этой 250 граммов и на сегодня и 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 Субтитры подогнал «Симон»